О событиях культурной жизни. На Красной Поляне города Сочи зажгли факел. Курорт принимал финалистов корпоративного фестиваля «Газпрома» в третий раз. Вместе с делегацией «Газпром добычи на дым» на праздники творчества и дружбы побывала и наша съемочная группа. Под ножью главного Кавказского хребта прибыли 39 команд, свыше 1600 участников и гостей из восьми зарубежных стран, чтобы показать на сцене концертного комплекса «Роза Холл» 131 номер за три конкурсных дня. Праздник начался с традиционного парада участников факела. В числе постоянных «Газпром добычи на дым». Яркими костюмами выделяются делегации из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Франции, Боливии и Китая. Дух карнавала поддерживает ростовые куклы, пираты, клоуны, принцессы, феи и волшебники. Собравшись вместе, все раскрывают разноцветные зонты, создав из них живой арт-объект, символизирующий корпоративное единение. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, ради вето. На Дымчане прибыли на фестиваль в числе самых последних, практически ночью, а уже на следующий день включились в работу. Десятиминутная репетиция, всего два прогона, перезагрузка в гримёрке и конкурсное выступление. У воспитанников Виктории Мининой уже есть опыт выступления на факеле в составе хореографического коллектива «Ансамбля «Радушка». В качестве вокалистов они дебютировали и всего в пятером, но мальчишки сумели собраться и показать лучший пилотаж. Нам хлопали, была поддержка, несмотря на то, что своего зрителя нет, это были другие делегации, мы этому очень рады. Нас отметили за кулисами, все подбежали. В общем, нам было очень приятно, потому что ребята очень переживали. Моё ощущение прям как у перелётной птицы. Немного волнительно, но всё-таки очень классно, потому что перед столькой публикой выступать, ну, знакомо. А мне помогли наши столькие достижения, и даже помню одну фразу – волнение – залог победы. Младшие участники открывали конкурсную программу, а вообще лучшие исполнители и коллективы определялись в трёх возрастных подгруппах в номинациях «Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальный» и «Инструментальный ансамбли», «Эстрадно-цирковой» и «Оригинальный жанр» и «Фольклор». Также в рамках фестиваля проходил конкурс «Юный художник». Компанию «Газпромдобыча на дым» представляла воспитанница из-за студии Дома культуры «Прометей» Дарья Токарева. У Даши больше, конечно, преобладает тяга к акварельной живописи, нежели чем гуаши. Животные, природа, как обычно у всех ребят, больше такое. Я больше всего люблю рисовать пейзажи и портрет людей. Если я рисую просто человека, я люблю рисовать его более мультяшным, а если именно портрет, то более реалистичным, чтобы было похоже на человека. В этот раз темой для творчества стал объявленный в России год театра. В качестве разминки ребятам предложили стать настоящими художниками-оформителями и создать декорацию к стихотворению Маршака, рассеянной с улицы бассейны. А затем все отправились на пленэр к горному озеру, где рисовали художественный образ дерева. Вы знаете, очень хочется вдохновения, радости и праздника творчества. Поскольку у нас мало очень конкурсных дней, то мы выстроили программу так, что вот сегодня они работают гуашью, в следующий раз будет графика у нас и последний конкурсный день – это смешанные техники. Так что дети имеют возможность раскрыть все грани своих талантов и показать себя с лучшей стороны. Все работы были собраны в большую художественную выставку. А финальным аккордом фестиваля стала церемония награждения победителей и гала-концерт. Домой мальчишеский квинтет увез диплом лауреата в первой степени, а юная художница Даша Токарева стала лауреатом второй степени. Мы в этом году представлены, наверное, не тем количеством коллективов, которые у нас хотелось бы сравнить с прошлыми годами. Я считаю, что дело нужное. Будем все-таки наращивать темпы, будем участвовать и будем побеждать. А то, что Газпромдобыча на дым может побеждать, я в этом уверен.